Здравствуйте, церковь! Рад здесь стоять, для меня это большая честь. Зовут меня Вова, с кем я не знаком. Я с Донецкой области, сам родом, с города Дебальцево. Хочу засвидетельствовать вам о том, как я прошел Богу. Хочу написать местописание Евангелия из Луки, 27 и 29 стих, 8 глава. Когда вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами долгое время и одежду не одевавшейся и жившей не в доме, а в гробницах. Он, увидев Иисуса, вскрыкнув, пал перед ним ниц и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что Он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узами, сберегая его. «Но Он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне». И тут с 38 стиха Иисус говорит этому человеку, из которого Он выгнал бесы. Этот человек попросил, чтобы он не шел за Господом. И Господь указал ему такой путь. Он сказал, что ему нужно делать для того, чтобы являть славу Христова. Он сказал ему, вот тут с 38 стиха написано, «Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказал, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедал по всему городу, что сотворил ему Иисус». Вот Господь говорит нам, чтобы мы свидетельствовали о Его славе в своей жизни и несли Евангелие по всему миру. Хочу сказать немного о себе и засвидетельствовать в том, о моей прошлой жизни немножко хочу сказать. Не буду я преуменьшать, что сделал Господь, исходя из этого местописания, как велит Господь, чтобы мы несли Евангелие и не преуменьшал то, что сделал для меня Бог. Не 43 года, а 20 лет своей жизни я употреблял наркотики. 10 лет я сидел в тюрьме. Ничего особо интересного вам не расскажу, но жизнь моя пропащая была. «Изменить меня мог только Бог. По плоти я измениться никак не мог. Меня изменил только Господь Иисус Христос. Поверя в Него, покаясь, я стал новым человеком». В Евангелии от Иоанна, глава 3, говорится о том, как пришел Никодим к Иисусу и спрашивал у Него, как может возродиться человек второй раз. Иисус ответил ему, если вы помните, что человек может родиться заново и быть спасенным только через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа человек может родиться заново и быть спасенным. Крестясь духом и водой. В 2014 году я покаялся в Винницкой области, в Харизматической церкви. Я покаялся. Два года я там проходил реабилитацию, потом служил, поехал. Я домой, в Донецкую область, хотел наладить свои отношения с женой. Ну и получилось так, что заместо того, чтобы что-то наладить, я упал. И я упал, и я начал отходить от Бога. Ну и здесь, хочу сказать, мы сейчас разбираем как раз книгу на домашних группах. Все ее знают. И там говорится о теле Христова. Там говорится о теле Христова. Тело Христово – это мы с вами. И я хочу засвидетельствовать то, что в нашей жизни Господь действует через людей. Когда там у меня не было никакой поддержки, я начал грешить, начал выпивать. Два месяца прошло у меня в запое. И здесь как раз, исходя из этого местописания, что мы все члены друг друга, в моей жизни Бог действует, начал через людей. Мне позвонил мой друг Максим Харунджек. Здесь вы уже знаете. И начал звать сюда, в Умань, на реабилитацию. Говорить, что предлагать – приезжай, мы здесь тебе поможем. Я подумал, согласился, поехал сюда. Думаю, ну поеду сейчас. Еще у меня есть друг в Киеве. Он мне предлагал помощь. Найти квартиру. Помочь первое время с работой. Ну я честно скажу, я думал, сейчас приеду. Два месяца восстановлюсь как бы. Поеду в Киев, начну работать. И начну как бы опять новую жизнь с Иисусом. Приехав сюда, я здесь уже второй год никуда не поехал. И я очень доволен. Я сейчас член церкви нашей, воскресенье Христово. Я благодарю всех, кто принимал в моей жизни участие. У меня есть пастор Дима, мой пастор в этой церкви. У меня есть духовная мать Людмила Гиловна, которая ведет меня, которая ведет меня это все время. Теперь есть еще пастор Дима, которая привела мне в эту церковь, показала мне дальше мое служение. И я сейчас нахожусь в служении реабилитационного центра. Я перешел здесь в Умани. Сейчас у нас адаптационная квартира. Потом мы проповедуем, ездим по колониям. У нас капиланское служение есть. Ну и как бы саг за шагом Господь меня очищает. Господь меня очищает. И я хочу, благодарен Господу за это, что Он мне дал людей, которые мне помогли и помогают мне дальше. И этим я хочу сказать, что так есть тело Христово, и этого Господь от нас хотит, чтобы мы помогали друг другу во всякой, кому бы не было плохо. Как бы не было тяжело, что мы должны помогать друг другу. Никогда не отворачиваться. Все могут разрешить. В том числе и я. И если от человека отвернуться, когда он упадет, то Господь... Господь говорит, чтобы мы думали друг о друга. Чтобы мы заботились друг о друге. И всегда протягивали руку и помогали. Помогали друг другу. Я думаю, что... Сказать человеку... Он придет к тебе с проблемой. Ты скажешь человеку, что... Я за тебя помолюсь. Я отвернешься и пойдешь. Я думаю так... Молиться это самое важное. Ну так легче всего. Человеку сказать, я помолюсь и уйти в сторону. Человек ждет от тебя поддержки. Человек должен, что ты с ним помолился. И помог ему духовно. И помог ему восстановиться, если он упадет. А как помогли в свое время мне. Как помогли мне. И теперь я шаг за шагом. Господь выравнивает всю мою жизнь. Выравнивает мою жизнь. Я вот сейчас добиваюсь того, чтобы... Я был лишь в анализических правах. Сейчас я добиваюсь, чтобы через суд меня возобновили. Сейчас у меня уже есть Бог. Мне в этом помогает. У меня сейчас есть то, что опекунский совет. Дал хадатайство в суд. О том, чтобы мне вернули родительские права. Хочу вам сказать... Не хочу закончить местописанием таким. Святое Писание. Второе послание 2 Коринфянам. Глава 5 стих 17. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь новое. Аминь. Рас vicious. Извините. Конечно. Былоло. Есть. Постолựх歩… Прикатай. Рас Elder Доватро. Фиропラш. Продолжение следует...